всем привет сегодня собрались покататься въехали в лес вот посмотрите и у нас три машины заблудилась пытаемся по рации выйти на связь вот ребята решили покататься собрались слушаю слушаю отлично да да давай ждем казалось туда серёг заехали немножко в лес я вот зрителям говорю что заехали немножко в лес вот дорог очень много вот примерно так вроде метров 20-30 шли друг от друга кто-то вправо кто-то влево вроде на на рациях и потерялись так что в лесу соблудиться очень-очень легко вам приятного просмотра надеюсь мы все соберемся и скатнемся так ребята прорабатываем маршрут добрались до места здесь смотрите вверх поднимаемся сейчас его первый тут была болотистая местность но сейчас подсохла егор у нас первый решил попробовать давайте посмотрим сейчас здесь как люди катались и остались крутые ямы но все смотрите давайте смотрим егор и здесь нужно выехать смотрим что получится здесь получается серьезная диагональ для анивы она вывешивается сейчас сам спущусь и так его раздает но силен 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 на разворот еще одна попыточка давайте с той стороны посмотрим как это все выглядит ну получилось подожди подожди автомобиль у нас сильно накренился смотрите давай потихоньку спускайся автомобиль качается давай 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 крути вот все правильно все отлично что получилось перед заехал задницу снесло так как подъем очень крутой и автомобиль и автомобиль не заезжает но опять же стоят свободные дифференциалы в автомобиле давайте еще раз посмотрим егор у нас в группе самый отважный ну смотрите все равно заехал молодец конечно так пробуем все тоже самое но дастер дастер у нас двухлитровый без ESP то что поворот налево машина встает в серьезное диагональное вывешивание вот дастеры дастер они садятся на основу да и вот он будет сейчас висеть смотрите колеса будут крутиться те которому легче Сейчас раскачаем его И, конечно, мы его Все, смотрите, вниз скинули Сейчас уже будет выходить Прямо автомобиль Ну, смотрим, смотрим Отлично, молодец Пробуем Duster Так, ну, смотрите Попытался ходом, тоже не получилось Песчаный подъем Там же, где Нива коротко пробовала у нас Колеса начинают пробуксовывать Вот, смотрите Видите? Вот потом Алексей попробует У него ESP Будет совсем, совершенно по-другому Автомобиль Автомобиль Нет, нет, от бутылка взорвалась Не ты Нет, нет Неехали на бутылку Там у меня запаски нету Бутылка взорвалась Нет, вот Вот бутылка я снял Так, смотрите, еще раз Видите? По диагонали колеса вращаются Потому что ESP Нету Такой коваренький подъемчик И песок Нету диагональ не Давай вот сюда пробуй По другой траектории немножко Все, 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 все Алексей 1.6 ESP Здесь автомобиль проходит легко Потом резкий поворот налево Поворот налево То же самое, что и двухлитровый без ESP Сейчас толкнул Подальше отъеху Подъемчик прикольный И то, что именно Колеса, когда влево уворачиваются Очень круто Вот, смотрите Сейчас Duster спустился И уже будет ход набирать По прямой траектории Ну что, смотрим Ух ты, выскочил Сейчас упражнение На диагональное То есть решили не ходом идти Вот, вот, вот Сейчас должна ESP Потому что когда ходом Автомобиль заходит А вот именно Потихонечку Когда машина в диагональ встала И вот именно попробовать Систему ESP Или блокировку У кого что есть Машина очень сильно Накренилась Есть возможность Ребята Перевернуться Поэтому все делаем Аккуратненько Со страховочкой Потихоньку Задние колеса Пробуксовывают Система ESP Колодками пахнет Очень колодками Ребята, пахнет Но автомобиль выезжает Вот, смотрите Правое То есть Переднее, да Правое колесо Колодки Аж задымились Вот так вот Система ESP Колодки ждет Конкретно Человек включил Сразу блокировки Ага Ну, заезжает Получается заехать Смотрите Смотрите На борту Какой у него Пантера Красавца Смотрим Еще раз Так Что у нас Вот, смотрите Сейчас Перед на горе Низ Внизу Но Система ESP Здесь работает Но Не как У Дасера Такого Чтобы Сильный дым Шел Такого Пока нет Нива В стойке Автомобиль Повидал По возрасту Приличный Также Выезжает И налево Вообще Без проблем Вообще Никаких Даже Не буксовал Вот так же Что-то Насчет блокировок Нам кажется Давай Прямо оттуда Попробуй потихонечку Оттуда? Да Ну не знаем Не знаем И что Ты хочешь сказать У тебя ничего нету? Без Нету Знаешь Загруженные колеса Почему-то крутятся У тебя Как будто Самоблоки Какие-то стоят Нет такого? Нет Что, ребят Все попробовали Две короткие Нилы Стоки попробовали Туарег У нас И два дастера С ESP Без ESP В принципе Все проехали достойно У нас установлено Два дифференциала Повышенного трения Два самоблока ВТ Попробуем потихонечку На первой пониженной Без гарса Выйдем Влево Поворот На подъем И потом Диагонально Вывешнее С вами попробуем Поехали Надо было сходу Как и мы будем Да будет Будет Сейчас сталкивать И придется Нет, не села Ну как бы вообще Не сходил Да Все-таки Вот эти самоблоки Наверное Что-то решают Вопрос Ну и клиренс еще Ну да И клиренс повыше Опа Дерево Я по другой Траектории Попробуй Занялся Да херозные Как обычно Ну в принципе Заехал Дерево Конечно Бампер Жалко Давай Назад Съезжай Ты лицом Как все нормальные Люди Заедь Попробуй Вот и все Стой Стой Включай Включай Да Вот сейчас включил Смотри Стой Все Сразу поехал Видишь То есть Сразу Самоблока И Нежесевой Это хорошо Друзья Решили Поперетягиваться Динамическим тросом Короткая Нива И Егорка Тоже на короткой Ниве Сейчас попробуем Кто кого перетянет Смотрите У красный Движок сдох Все Стой 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 Егор Нет Завелся Короче Егорка Закопался У нас Егор У нас Закопался Готовы Так Ну короткая Короткая Красная Нива У нас Не вывозит Немножко Старушка С ПГС На песок Первая пониженная Дифференциал Заблокированный Газпол Видите У Егора Более оборотив Что ли Он постоянно Копает Красная Нива У нас Не хватает Движка Сразу Он Глохнет Егор У нас Как всегда На мосты Буксует И садится Полностью Егор Все На мосты Сел Да Александр Ну смотрите Тоже Гребет Гребет Тащит Все Все Не хватило Мощи Не хватило Ребята Как выяснилось Красная Нива У нас Карбюратор Попробуем Масса Вот так Вес Какой автомобиль Не помнишь Чуть больше Движка А мощность Двигателя У вас У нас Мощнее 83 лошадиных сил А масса Масса Тонна 200 Или 300 Попробуем Что нам Тротим тонн Тонна Давай Давай Так Стоп Стоп Приготовились? Давай! В БГС кто-то равных нету. Что Алексей садится, что Нива закапывается сразу и всё на этом. Поэтому надо что-то искать другое. Поехали дальше. Машина другую? Нет, только трактор есть. Пошли. Песочек, сухой-сухой песочек. Хорош автомобиль, мощный. Ох-ох-ох-ох-ох. Снесло его. Ребята, песок сухой. И можно попробовать диагональное вывешивание. Смотрите, заднее колесо подвисло. Но ей спасает автомобиль. Спасает. Очень тяжело для машины сейчас. Потому что автомобиль закапывается. И машина садится. Вот, смотрите, сейчас колеса закопались. Ну, за счет опять ESP. То, что начинают четыре колеса как-то двигать, толкать. Автомобиль пока выпутался. Смотрим Нива. Проехал спокойненько. Интересно. Легко. Не, она у меня тоже так не пошла. То есть, чтобы вам объяснить, сейчас оно все-таки вдоль ямы проехал. Сейчас мы будем по другой траектории пробовать. Закапывается. Потому что левое переднее колесо уперлось. Вот сейчас, смотрите, стандартная Нива. Стандартная Нива. Без самоблоков. С свободными дифференциалами. Вот и все. Крутится то колесо, которому легче, ребята, легче. Вот все на этом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Окна закрою Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, ну на самом деле сложное колесо, очень сложно Тем более масса у него больше Переднее колесо утонуло Но его стащило Вот сюда пробуй Пробуем именно заехать Смотри, ползет, ползет, ползет На автомате Автомобиль на автомате Закапывается Но смотрите, у него еще трассовая резина стоит У меня более-менее с протектором Резина новая, Matador у меня Ну все, выехал, выехал Что-то опять ходом Ну красиво, но ходом Не интересно Так, смотрим Два литра без ESP Попробуем передать вам Все, что мы видим То есть эта сторона В песке так сидит Что здесь у нас Ну и получается колеса крутятся по диагонали Потому что заднее колесо вывесилось ESP нету И автомобиль оказался безнадежен, ребята Безнадежен ESP в таких случаях очень и очень выручает Он, Алексей, пытается раскачать его Чтобы автомобиль смог зацепиться Серега, это о чем говорит То, что если было бы ESP Возможно, ты бы выехал, да А здесь, так как у тебя заднее колесо вывесилось И все Это как Да, или блокировка И все Сейчас, Туарег Динамический трос В описании будет, кому нужно приобрести динамический трос Один из подписчиков делает динамические тросы Цена троса 1200 рублей Проверено временем Тросы идеальные Любой метраж В данном случае у меня 10-метровый Пробовали Дергали Разные автомобили Все работает классно Вот, 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 вот Будет тяжеловато Очень тяжело будет На этом автомобиле Система ESP себя зарекомендовала Отлично, ребята Вот сейчас автомобиль Очень тяжело Автомобиль почти обороты теряет Но выезжает, выезжает Резина трассовая установлена Вот, слышите? Тяжело, тяжело Тых, тых, тых Вот, давайте посмотрим На данный момент Конечно, автомобилем очень тяжело Песок Жесткий парень Проехал Все На Ниве Пробуем Убираем бугор Внизу ямка Где мы катались Потихонечку Попробуем Убрать Сейчас, смотрите Автомобиль начнет Вниз проваливаться Вниз лег Нормально? Нормально Отлично Сейчас Серега Попробуй так же Ох, 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 ох Нормально Я повесь Ко-буто тормозные колодки как часто меняешь? ни разу еще. ни разу не менял? ни подвески не делал, ни колодки. что я делал? порогом стукнулся выгибал чуть-чуть. ну и защиты периодически выгибают. не хватает. я просто про что говорю, что автомобили с ESP, если ездят по бездорожью, мне кажется, они намного чаще меняют тормозные колодки. есть такое? не свистят еще. а ты смотрел их вообще? есть у тебя? ну как же, во-первых, ручник чувствуется как работает. у тебя сзади барабаны стоят? да. а передние со свистульками они обязательно свистят. ну дай бог. вообще их на 70 тысяч пробовать не надо. ясно. поэтому рановато. итак, дастер. сейчас потянем. потянем дастер. туареган. сейчас его так вытянем. все. динамические трассы, ребята, это вещь. те, кто катается на покатушках, рекомендую иметь хорошие динамки. и машина остается целая, не рвется. и нету резких рывков. ребята сегодня успокаиваются. пробуют, пробуют. обязательно подписывайтесь на канал. пишите комментарии. мы вам сейчас как смогли показали возможности наших автомобилей. пытались две короткие нивы без блоков самоблоков показать как едут. дастер с ESP или без ESP именно в песке. вот. туарег показали, что в принципе автомобиль на автомате достойный, тяжелый. мой автомобиль с двумя блокировками от производителя АВТ показал себя в принципе отлично. что заметили. если не пользоваться межосевым дифференциалом, то самоблоки работают плоховато. когда межосевой дифференциал блокируешь, то автомобиль едет вообще легко. так что рекомендую устанавливать дифференциалы повышенного трения. не так-то это дорого. около 12 тысяч вместе с покупкой и вместе с установкой. по крайней мере у нас в Оренбурге. если у кого есть желание, пишите помогу установить. все ребята, всем до свидания. как говорится, будьте здоровы. мира всем ребята. все пока. и Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...